Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков и московский завод «Динамо» встречают 26-й съезд партии знаменательным достижением. На заводе введен в действие автоматизированный участок с промышленным роботом-манипулятором. Продукция участка – валы для электродвигателей. На линии – три металлорежущих станка и ни одного рабочего станочника. Только на этапе обучения манипулятора команда ему дает человек. Подаваемые им сигналы тут же записываются в запоминающем устройстве робота. А затем робот уже без прямого участия человека с завидной безошибочностью повторяет заученную программу – цикл за циклом. В заготовке – 160 килограммов. Она подается на первую операцию. Пока здесь будет идти обработка, у манипулятора есть время загрузить следующий станок, продолжающий технологическую цепочку. А теперь на следующую позицию обработки. Этот робот-многостаночник легко переучивается. Он может работать хоть три смены подряд, равно четко и аккуратно в любое время суток. Всего один оператор обслуживает теперь участок производства, где еще недавно было занято у станков и на погрузочно-разгрузочных работах 14 человек. Создание промышленных роботов, способных высвободить многих рабочих от физически тяжелых и монотонных операций – одно из важных условий решения проблемы трудовых ресурсов в 11-й и 12-й пятилетках. Это подчеркивает Центральный комитет нашей партии в постановлении о мерах по увеличению производства и широкому применению автоматических манипуляторов в отраслях народного хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова